Четыре пары отправляются в научное путешествие. Все находятся на разных стадиях развития отношений. Стив и Донна поженились. Хейли и Джей разошлись. Я ненавижу это. Очень ненавижу. Аллан и Лин подумывают о том же. Понимаешь, как это глупо? Милли и Сид женаты 70 лет и счастливы. Но почему? У одних любовь длится дольше, чем у других. Я больше не могу быть вместе. Ученые думают, что знают ответ. Они даже могут предсказать по свадебной фотографии, когда все пойдет не так. У пары проблема. Но когда это случается, могут ли ученые все исправить? Можно узнать, зачем это? Нет. Продолжайте. Он и она. Секреты отношений. Любовь. Простите за беспорядок. Каждый мечтает об идеальном партнере. Год назад Стив познакомился с Донной. У них уже есть ребенок, и они провели лишь одну ночь порознь. Находясь вдали от нее, я не могу дождаться возвращения домой, чтобы снова увидеться с ней. Она будет в платье, сделает прическу, то есть будет во всей красе. Каждый момент, когда мы вместе, наполнен любовью. Это великая любовь. Шарн, где мои туфли? Здесь. Вот они. Как и все пары, которые подходят к алтарю, Стив и Донна верят, что их любовь будет длиться вечно. Но сегодня половина браков заканчивается разводами. Шесть лет спустя после свадьбы Хейли и Джей разошлись. У Джей была другая. Первая причина, по которой распадаются браки. Откуда мне знать, что этого не произойдет снова? Как нам все вернуть? Пожалуйста, скажи мне, как? Вот скажи, как? Я не знаю. Доброе утро. Аллан и Лин прошли через это 25 лет назад, но остались вместе. Теперь их брак под угрозой из-за второй причины разводов. Постоянные ссоры. Я поздно приехал домой и началось. Где был? Почему так поздно? Нет. Ты должен приезжать к ужину или сообщай мне, что ты задерживаешься. Я не хочу эти и эти бананы. Я хочу карибские бананы. Ты понимаешь, что это глупо? Это же глупо. Так мило, что ты это вспомнила. Такая уж я. Что за чушь? Но Милли и Сид демонстрируют другую любовь. Мне кажется, молодые люди ищут совершенства. Но где его взять? Может, только на небесах? Я знаю, это звучит напыщенно. Но каждый может создать свой рай на земле, если захочет. Надо только постараться. Перед лицом Бога и людей я объявляю вас мужем и женой. Поначалу любовь кажется простой. Но для многих пар счастье оборачивается проблемами. Я разочарован, что не достиг большего. Я разочарован, что не заработал больше денег. Я разочарован, что не живу в большом доме. Я разочарован, что не могу покупать каждый год новую машину. Я подавлю. Потому что в жизни не достиг чего хотел. Семь лет спустя после женитьбы, разочарование Аллана стало больше, чем просто сожаление. Я встретил эту женщину, которая показалась мне привлекательной. И мы почувствовали физическое влечение друг к другу. Это отвлекло меня от домашней рутины, которая мне надоела. Я не думала, что такое вообще может произойти с нами. До того момента я считала, что наш брак счастлив. Я гордилась им. Это меня просто убило. Просто уничтожило. Такой сильный был шок. Затем, год спустя, у меня были отношения с еще одной женщиной. Я поняла, что спрашиваю себя, почему я все еще здесь. Мне следовало уйти и заняться чем-то другим, чем угодно. Я не знаю, почему. Почему я все еще здесь? Лин и Аллан борются. Но молодые женщины, пострадавшие от неверности, в два раза чаще идут на развод. Три недели назад Хейли узнала о неверности Джея. Она моментально выставила его из дома. После 14 лет совместной жизни и трех детей он живет у друзей. Я был сам по себе первую неделю. Было очень одиноко. Я хотел с этим покончить. Но не мог никого видеть. И я не мог поверить в то, что случилось. И еще думал о том, что скажут другие люди. Я не мог поверить, что сам все разрушил. Он сказал, что обожает меня, что хочет провести всю жизнь рядом со мной, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Но мы оба не знаем, как нам все это преодолеть. Полагаю, что прежде, чем все наладится, будет еще хуже. Я люблю ее всем сердцем. И даже больше. Надеюсь, он сможет поговорить со мной. Я не смогу вынести, если он не будет разговаривать со мной. Неверность разрушила брак Хейли и Джея. Но в этом нет ничего необычного. Он любил поглазеть на других. Да. Но ничего не было. Я всегда была рядом с ним. Ничего не могло случиться. Я бы знала. Я всегда была на страже. Ты мне будешь рассказывать. Нет, я это знаю. Я знаю. Знаю. Милли и Сид кажутся такими же влюбленными, как и в день свадьбы. Почему некоторые пары сохраняют позитивный настрой, а от других исходит один только негатив? Доктор Анжела Роуф. Психолог-экспериментатор и специалист по любви. Она считает, что все зависит от того, как наши чувства влияют на восприятие партнера. Для подтверждения своей гипотезы она взяла фотографии 20 добровольцев и 4 пар. Она сделала последовательно 3 хороших фотографии, затем 3 последовательно плохих. Когда дело дошло до теста, кто выбрал какую версию своего партнера? Задание – выбрать лучший снимок вашего партнера. У вас 2 минуты. Начинайте. Когда женщины смотрели на фотографии, им пришлось решать, как они воспринимают своих партнеров. В глазах Донны Стив выглядит так или так. Уши Джея действительно так торчат. Я уверена, что верно угадала. У одного из них слишком большая голова. У него не такая. Аллан – красавец или чудовище? Теперь с такой же дилеммой предстоит столкнуться мужчинам. Приступайте. Некоторые из них были совсем ужасными. Их не должно было быть там. Но они там были. И это делало выбор более сложным. Мне ни одна не понравилась. Если бы это был мой фотограф, и мне пришлось бы платить, я бы разбил его камеру. Хорошо, джензельмены. Спасибо. Тест прошел очень хорошо. Наша гипотеза, похоже, верна. Те пары, что были счастливы, выбирали фотографии, на которых их партнер выглядит немного привлекательнее, чем на самом деле. Стив сделал ожидаемый выбор. Не реалистичный образ Донны, а самый идеальный. Самое удивительное, что Донна тоже выбрала идеальное фото. И Милли, и Сид думали, что тест ерунда. Но после 70 лет совместной жизни они оба выбрали идеализированные образы друг друга. Возможно, в этом и кроется секрет их долгих отношений. Пара, в отношениях которых наблюдаются проблемы, показали противоположный результат. Несмотря на уверенность Хейли, и она, и Джей выбрали образы менее привлекательные, чем в действительности. Это отражает напряженность в их отношениях. Только Аллан и Лин не оправдали ожиданий, выбрав слегка идеализированные образы. Возможно, это признак их позитивного отношения друг к другу. Хотя в случае Аллана причина может быть скорее политической, нежели психологической. На этих фотографиях она выглядела плохо. Поэтому я хотел выбрать фото, которое казалось мне более позитивным. Несмотря на выбор Аллана, опыт показал, чем больше вы влюблены, тем больше вы идеализируете своего партнера. Этот процесс, похоже, не замер во время медового месяца Стива и Донны в Венеции. Это здорово. Действительно здорово. Правда. Мне приятно находиться там с Донной. Мне очень комфортно. Мне безразличен весь остальной мир. Как будто мы парим на облаке. Стив и я. Мы на облаке любви. Это здорово. Но что создает чувство Стива и Донны об идеальном союзе? Когда они вернулись из Венеции, мы послали Стива в Институт психиатрии, чтобы выяснить. Стив прошел процедуру сканирования мозга в то время, как он смотрел на образ Донны на экране. Что происходит в его голове? Невропатолог Андреас Бартлас провел серию тестов и получил тот же результат. Мы обнаружили активность в зоне мозга, отвечающей за удовольствие, что объясняет, почему влюбленный человек чувствует себя таким счастливым и стремится больше времени проводить со своим партнером. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой всегда. Но с другой стороны, мы нашли участки мозга, в которых активность подавляется. Как оказалось, это именно те зоны, которые отвечают за критическое, социальное мышление, моральное суждение, понятие доверия и так далее. Ничего не волнует. Ничего. Нам все равно верно. Ничего не волнует. Мы лишь переживаем друг за друга. Это наша опора. Эти зоны подавлены в состояние влюбленности. Это объясняет, почему говорят, что любовь ослепляет. Итак, каждый раз, когда Стив смотрит на Донну, происходят две вещи. Организм вырабатывает особое химическое вещество, воздействующее на нервную систему. Другая часть его мозга, которая отвечает за критическое мышление, отключается. Это и заставляет его считать Донну самой идеальной женщиной. Люди не осознают, что любовь — это механизм, который построила эволюция, чтобы мы оставались вместе с определенным человеком, чтобы мать и отец оставались вместе для воспитания ребенка. Не надо плакать. Нет. Я не знаю. К сожалению, исследования показывают, что такой эффект длится 2-3 года. Какое будущее ждет Стива и Донну, когда химическая реакция закончится? Что, если бы было можно предсказать до брака, распадется он или нет? В университете Беркли один профессор считает, что ему это по силам. Все, что ему нужно — фото с улыбкой. Нелепо ожидать, что по фотографии можно судить о семейной жизни. Но что мы делали на первом этапе? Мы брали фотографии женщин из школьных ежегодников. Вот эти фото. Им здесь по 20 лет. Мы замечаем на их лицах теплоту и привязанность. Келтнера интересует интенсивность женской улыбки. Но какое влияние улыбка имеет на всю их жизнь? Когда эти женщины пришли к нам в лабораторию 20 лет спустя, то есть в возрасте примерно 42 лет, мы обнаружили, что женщины с открытой, теплой, веселой улыбкой лучше относятся к людям. Они меньше обращают внимание на повседневную рутину. Они чаще достигают поставленных целей. Возможно, самое удивительное, что они более удовлетворены своим браком и жизнью в целом. Но что такого в улыбке? Что позволяет делать такие выводы? Есть любопытный факт, касающийся выражения лица. Существует мускулы, которые мы не можем контролировать. Это улыбка удовольствия. Она затрагивает скуловые мышцы, которые приподнимают уголки рта. Также это затрагивает мышцы арбикулярис окули, которые поднимают щеки, сужают глаза. Это очень трудно сделать. И если вы видите такого рода реакцию, значит, человек чувствует симпатию или любовь. Когда улыбка настоящая, реакция вокруг глаз менее заметна. Келтнер считает, что причиной ненастоящих улыбок является стресс, пережитый в раннем детстве. Чтобы проверить теорию Келтнера, мы дали ему фотографии Лин, Алана, Хейли и Джея. В то же время психолог Фрэнк Теллис согласился побеседовать с парами. Я начну с вас, Хейли. Расскажите о своем детстве. Итак, сначала. Очень интересная вещь с фотографией Хейли. Это улыбка удовольствия, но она также показывает, что Хейли осознает отношения других людей. Она поджимает губы, что показывает, что она знает об отношении людей к ней. Мне приходилось доказывать, что я поступаю правильно, но это было не так. Не совсем так. Я всегда спрашивала учителей, я правильно это делаю? Я не была уверена. На всех фотографиях Джея мы видим негативные эмоции. Нельзя не заметить, как угрюм он выглядит. Он выглядит жестким, даже агрессивным. Когда смотришь на эти фото, кажется, что дома у него что-то не в порядке. Постоянные ссоры и стычки, разлад отношений между членами семьи. Как относились друг к другу ваши родители? Они порой ссорились. В основном из-за выпивки. Мы с отцом играли в дартс. Он развлекался с друзьями практически каждую ночь. И когда он возвращался, происходила ссора. Обычно это сопровождалось криками. Этих ссор было очень много. Похоже, вас расстраивают эти воспоминания. Мне не следует говорить об этом. Хорошо. На фотографии Линн губы у нее сжаты. Видно, что она сдерживает улыбку. Значит, ей важно мнение других. Оно ее беспокоит. Мне не хочется высовываться. Мне нужен комфорт и безопасность. Не заставляйте меня высказываться. Думаете, это наследие финансовых неурядиц? Возможно. Было чувство неполноценности? Возможно. Определенно, да. Неполноценность. Именно так я себя чувствовала в детстве. В Алане вы видите очень спокойного и добродушного человека. Но что интересно, на фотографии, где он с матерью, у него гордое выражение лица. А теперь посмотрим на его фотографию с отцом. Это очень интересно. Его улыбка сопровождается прищуром. Он прикрывает глаза, сдвигает брови, напрягает мышцы лица. Когда подобный прищур сопровождает улыбку, это говорит, что человек сделал ошибку. Он что-то сделал не так. Может, он чувствует, что что-то неправильно. Может быть, в его отношениях. Думаю, я был немного разочарован. На меня возлагали большие надежды в учебе, но я не мог их оправдать. Ваш отец говорил о разочаровании? Позднее, да. Вы помните, чтобы он хвалил вас? Уверен, такое случалось. Но вам трудно это припомнить? Да, эти воспоминания стерлись. Мне трудно припомнить. Стресс, пережитый в раннем детстве, отражается на реакции взрослого человека, в том числе на реакции на брак. И если человек подвергался сильному стрессу, его ожидают серьезные трудности. Но предупрежден, значит вооружен. Если вам сделают замечание, когда вы будете слишком бурно реагировать или проявлять злость, это действительно вам поможет уладить отношения с партнером. И так, если нашим парам скажут, как они будут реагировать на стресс, поможет ли им это улаживать конфликты в отношениях? Это выяснят Фрэнк Теллис и Анжела Роу. Тест на социальный стресс – это самый отпугивающий тест психологии. Он создан, чтобы понять, как хорошо человек справляется с трудной ситуацией. Наши пары будут выполнять новое задание – производить устные вычисления перед камерой и учеными. Для начала каждый участник проводит полчаса в молчании и одиночестве, в то время как измеряют уровень гормона стресса. Потом начинается тест. У Алана и Лин было непростое детство. Как они будут реагировать на стресс? Большое спасибо за то, что дали мне возможность попробовать свои силы в этой должности. Текущий оборот примерно 2 миллиона. Мы ожидаем, что он увеличится до 2,5. Я отвечал за установку новых систем и подбор персонала. Плюс все закупки. Этого я и добивался долгие годы. Аллан казался очень спокойным. Реакция Лин была другой. Могу я узнать цель этого? Нет, не могу. Хорошо. Пожалуйста, продолжайте. О чем мы будем говорить? Мне довольно неловко стоять здесь. У вас еще есть время. Продолжайте. Пока Хейли и Джей выступали, Аллан и Лин проходили математический тест. Вели обратный отчет. Кратный 13. 996. Правильно? Нет. Начните сначала. 983. Нет. 1022. 180. Нет. Начните сначала. У вас еще есть время. Говорите между собой. Я поставил новые потолки и переделал по всему особняку. Боже, нет. Простите. Я сильно волнуюсь. Выглядит он смущенным. Я не могу больше ничего сказать. Простите. 996. Спасибо. 1009. 983. У него сыпь вокруг глаз, около ушей и дальше по всей шее. И дальше по всей шее. И дальше по всей шее. 974. Нет. Начните сначала. Мы считали, он не справится с этой ситуацией. Так и произошло. Он не справится. Спасибо. Он был очень подавлен. более подавленным, чем мы от него ожидали. Похоже, он слишком глубоко дышал. Он абсолютно подавлен. Очень сильно. Очень. Итак. У тебя получились вычисления в уме? Понятия не имею. Я продолжала считать, и все. Да? До шести сотен дошла? Думаю, да. А пять сотен? Нет. Наверное, у меня то же самое. Узнаем завтра. Хорошо. Посмотрим, кто лучше. Наверняка не я. Мой уровень стресса поднялся до потолка. Правда? Теперь все в порядке. Что ты делал? Проходил собеседование? Да. Я знала, что так и будет. Мне показалось, что мне жаль Джея. Что такое? Тебе это не нравится? Как будто у тебя будет нервный срыв. Сам факт пребывания вместе в стрессовой ситуации, похоже, немного сблизил Хейли и Джея. Но скоро мы узнаем правду. Как они реагируют на конфликт. На следующий день Анджела и Фрэнк огласили результаты. В среднем мужчины сильнее реагируют на стресс, чем женщины. Кортизол очень низкий. Очень неразговорчивый. Я думала, что результаты будут лучше. Я была уверена. Хейли испытала стресс, но быстро с ним справилась. Перейдем к Джею. Вряд ли я вас удивлю. Показатель кортизола очень высокий. Это значит, что очень много гормона стресса. Я ожидал этого. Джея испытал сильный стресс. Это подтверждено. Вы действительно показали себя очень компетентным и уверенным. Что несколько противоречит результатам, которые показывают высокий уровень кортизола. Выходит, наш вчерашний разговор показал, что я могу справляться со стрессом. Но я чувствовал себя неуверенно. Аллан казался спокойным, даже счастливым. Но он испытывал сильное напряжение. Теперь давайте поговорим о вас, Лин. Ваш уровень кортизола довольно высокий. Женщины демонстрируют увеличение уровня кортизола во время стресса. Но это очень много по сравнению с другими и выше, чем у Аллана. Верно? Мужской тип, да? Значит, это не типично? Нет. В предложенной ситуации Лин испытала сильный стресс. Это была мужская реакция. Смотришь на график и видишь, как он подскакивает вверх. Это меня беспокоит. Думаю, я могу понять реакцию Лин. Я также согласен, что несу часть ответственности за то, что она реагировала именно таким образом. Возможно, она испытала даже больше стресс, чем я. Я хочу помочь ему справляться со стрессом. Я не хочу, чтобы все стало еще хуже. Я сочувствую Джей. Понимаете, иногда это сочувствие меня раздражает, если принять его внимание. Нашу ситуацию. Надеюсь, он понимает это. Обе пары сделали еще один шаг к пониманию чувств друг друга. Может быть, это поможет им спасти свои браки. Но сначала узнаем, как Датчер Келтнер расценивает их шансы. То, что мы видим на фотографиях Лин и Аллана, это шокирующая независимость. Аллан демонстрирует эмоции Лин. Это очевидно. У него очень сильная, открытая улыбка. Она как будто растворяется. Похоже, она является его противоположностью. Как насчет Хейли и Джея? Джей совсем другой. Похоже, он очень увлечен, счастлив и привязан. Он прижимается к ней. Он прикасается к ней. Это очевидно. Как Джей смог перейти от детского стресса к счастливой свадьбе? Очень важная вещь, которую узнали практикующие психологи. Вы можете начать жизнь в одном семейном окружении, а затем поменять его. Это изменит и вас. Я думаю, что с Джейом случилось что-то очень значительное. И самое вероятное, это его любовь к Хейли. Очевидно, что кто-то дарил ему тепло и силу. Если мы вспомним Аллана, который очень независим от Лин, то увидим нечто другое. Знаете, если бы мне пришлось делать ставки на их совместную жизнь, то я бы скорее поставил на Хейли и Джея. Сид. Ты меня звала? Да. Ошибочно думать, что все хорошее происходит само собой. Нужно к этому стремиться. Это как пойти развеяться. Пойти на работу. Если вы хотите хорошо ладить, нужно демонстрировать своему начальнику, что вы стараетесь. То же самое и в браке. Нужно показывать жене свою привязанность, свои старания. Продолжай. Время проходит, ваш брак все крепнет и крепнет. Я люблю его, и моя любовь только усиливается. Мелли и Сид показывают, что для успешного брака нужно прикладывать усилия. Но когда супруги на грани развода, им трудно понять, откуда начать. Я в замешательстве. Я тоже, Джей. Они сказали мне, что я должна понимать твои мысли. Но я тоже в замешательстве. Я не могу поверить, что ты не изменила своего отношения ко мне, что с этим нет проблем. Я не знаю, что творится у меня в голове. Я хочу знать. Мне нужно знать. Это же касается не только твоих чувств, но и моих тоже. Теперь мы подошли к рубежу, когда я больше не могу говорить с тобой об этом, потому что мы опять наступаем на одни и те же грабли. Говард Маркмен. Один из лучших специалистов по половым отношениям. Тысячи пар обращались к нему. Он изучал, почему любовь длится или проходит. Мы ищем четыре самых опасных признака. В основе лежит 25 лет исследований. Нам нужно 24 часа, чтобы расшифровать часовую видеозапись. Основываясь на этих исследованиях, мы можем сфокусироваться на четырех основных признаках. Признак один — отчужденность. Женщины настаивают, сталкиваясь с отчуждением. Скажи мне, почему ты так подавлен сегодня? Почему? Скажи мне, почему ты так подавлен сегодня? Ну давай же, скажи мне. Признак два — нарастание негатива. Ты не готова к изменению. Твой образ жизни — это то, что тебе нравится на данный момент. Как по-твоему, я должна изменить его? Я не знаю, как бы я этого хотел. Ты должен это знать. Ты плохо приспосабливаешься. Признак третий — негативное восприятие. Ты никогда не любил меня, ты похож на своего отца. Тебя это никогда не интересовало? Нет, это не так. Признак четвертый — полный крах. Когда вы не только вербально, но и физически проявляете агрессию к партнеру, после этого брак обречен. К счастью, ни одна из наших пар не проявила четвертого признака. Хотя остальные признаки наблюдаются. В условиях, когда Хейли и Джей живут отдельно, Алин и Аллан едва разговаривают, поможет ли метод Марксмана? Я пытаюсь помочь этим парам поговорить об их разногласиях. Конфликты неизбежны. Нам нужно говорить о них. Первое, что вам нужно сделать, — это попытаться все взвесить, принять и позабыть. Вы оба этого хотите? Конечно, если это спасет наш брак. Да. Это шаг вперед. Единственное, что я хочу, чтобы вы делали, когда назревает конфликт, — это говорили. Мы сейчас поссоримся. Это подходящее время для ссоры. Я советую вам в течение недели беседовать о ваших разногласиях только в определенное время, и все. Вы должны это запомнить. Одна из лучших вещей, которую только смогут сделать отдалившиеся партнеры, — это взяться за руки. Вам нравится держать Хейли за руку? Подержите. Теперь можете разнять руки. Зачастую люди воспринимают отношения как само собой разумеющиеся. Они не ходят на свидания, не разговаривают по душам. Я советую вам отправиться на свидание. Вы согласны на это? Да. А вы? Лин, это понравится. Я с удовольствием. Отлично. Большое спасибо. Спасибо. Теперь мы попробуем сделать то, о чем нас попросили. Это сработает, если мы сами этого захотим. Аллану и Лин предстоят большие испытания. Нельзя сказать, что у Хейли и Джея все безобночно. У них наблюдается отчуждение и нагнетание. Но если Лин и Аллан действительно решат укрепить свой брак, то вторая половина их семейной жизни будет намного лучше первой. Разногласия неизбежны. Основа метода Марксмана – прекратить разрушительные ссоры. Но не все должны идти таким трудным путем. Минуточку. Я немного занята. Мы ссоримся? Постоянно. Согласен. И дня не проходят? Всегда. Каждый день? Если она говорит «да», я «нет». Вот и получается ссора. Я не обращаю на это внимания. Никакого. Я говорю ему, я хочу сделать так и так. Он отвечает «нет». Ни черта подобного. Простите. Говорит «нет». И 10 минут спустя мы это делаем. Ну, конечно. Мы пререкаемся. Конечно. Очень много. Ну, не совсем. Не знаю. Нет. У нас бывают крупные ссоры? Ну, уже много лет не было. На это должна быть серьезная причина. У некоторых пар ссоры прекращаются сами собой. Другим приходится постараться. По программе Марксмана следующее задание – веселье. Пятница. Время для свиданий. Я хочу, чтобы вы скользили рядом друг с другом. Хорошо. Жизнь – это танец. Сказать вам, что мы будем делать? Мы будем делать первые три движения. Будем танцевать мамбу, кукарачу и другие танцы. Открытый шаг и остановка. Как мы сможем это сделать? Не волнуйся об этом. Поверь, все получится. Слишком быстро, верно? Когда начинать? Мы можем начать в любое время? Хорошо. Хочешь, начнем в любой момент. Итак, один, два. Нет, нет, нет. Делаем вот так. Нет, так не пойдет. Я буду считать на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я не успеваю. Три шага. Я не успеваю. Ромба, я совсем закуталась. Я не понимаю. Я в порядке. Это просто скорость. Нам начать заново? Потому что так всегда. Когда думаешь, то не получается. Это как в первый раз сесть за руль. Когда смотришь на рычаги и датчики, тормоза, вдохните, улыбнитесь, чувствуйте музыку. Запись. Это просто здорово. Это действительно прогоняет тоску. Но я не чувствовала себя расслабленной в руках Алана. В пятницу вечером будет еще хуже. Мне будет очень неуютно в его компании. Я не смогу расслабиться. У меня не получится. Неделю спустя после встречи с Маркманом, у Лин и Алана появилось еще больше проблем. Хейли и Джей все еще живут отдельно, но проводят больше времени вместе. Для них наставления Марксмана оказались полезными. Мы много разговариваем и, кажется, начинаем сближаться. В понедельник, когда Джей уходил, я хотела, чтобы он остался. Сегодня было очень-очень тяжело уйти от нее. Мне хотелось остановить его, оставить его дома. Мое сердце этого хотело. Для обеих пар метод Марксмана принес свои результаты. Я думаю, что большинство ссор происходило из-за недопонимания и недостатка общения. Полагаю, я говорю не то, что думаю, потому что мне кажется, я не могу сказать это. Но нужно признать, я не боюсь конфликтов. Ты обвиняешь меня во всем. Но я должен сказать «нет». Нет, это не ссора. Это просто разница в восприятии. Мне важно, чтобы я мог свободно выражать свои чувства, не опасаясь насмешек или непонимания. Из того, что было сказано, я сделала вывод, что мы не были до конца честными друг с другом, опасаясь расстроить друг друга. Я больше не боюсь выражать свои мысли. Полагаю, раньше я немного боялась говорить открыто, поскольку я боялась последствий. Но если мы хотим продолжить наши отношения, нам нужно общаться так же, как мы сделали это в последние две недели. И тогда у нас все получится. Хорошего дня. Тебе тоже. Пока. Увидимся. Один день не похож на другой. Последние шесть дней были очень хорошими. Но всякое случается. Три недели назад я не знала, что ждет меня в будущем. Я думала, у меня его нет. Но теперь у меня есть больше. Я спрашивал ее, можно ли мне вернуться. Я хочу, чтобы она сама мне предложила вернуться. Я хочу видеть, что она изменила свое мнение, но... Не знаю, что останавливает меня от следующего шага. Не знаю. Может, свидание расставит все точки над «Идом»? Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу представить себе ничего лучше. Я так сильно люблю ее. Она моя жизнь. Она для меня все. Мне больше никто не нужен. Только она. Знаете, то чувство, когда вы встречаете того, кто вам нравится, это чувство в животе. Все становится таким. Ты говоришь себе, я буду сидеть и думать, как сильно я люблю его, и как сильно он меня любит. После шести недель программы Марксмана пары должны прийти к нему на заключительную консультацию. И, несмотря на проблему, похоже, у обеих пар наметился прогресс. Процесс был неровным. Но я думаю, нам удалось избавиться от многих разногласий между нами благодаря тому, чему мы научились. И мы старались. Итак, у вас были спады и подъемы, как вы заметили. Но вы движетесь в правильном направлении. Это сработает. Мы преодолели три ступеньки из двадцати. Но мы идем по этой лестнице, и это самое главное. Мы в процессе, и все благодаря нашему настрою. Как вы и говорили, если мы настроены на успех, так и будет. По-моему, это хорошо. Вы правильно поступаете. Это смело. Что случилось, то случилось. Но только теперь ты начинаешь понимать, как сильно ты ее любишь. Я осознал, что действительно люблю Хэлли, и я хочу прожить с ней всю свою жизнь. Я всегда ему говорила, если он меня обманет, нашим отношениям придет конец. Я никогда не думала, что смогу преодолеть это. Но это пошло мне на пользу. Я осознала, что любовь – это нечто особенное. Думаю, у вас все будет хорошо. Два дня спустя после встречи с Маркманом, Хэлли пригласила Джея обсудить ссору. Если я скажу тебе, если ты сможешь жить с этим, и если я скажу, что я признаюсь, что иногда могу припомнить тебе это, ты примешь меня такой, вернешься домой? Ты знаешь, что да. Ты вернешься домой? Конечно. Только заберу свои вещи. Последние два месяца это была моя спальня. Пора возвращаться домой. Наконец-то все кончилось. Это удивительно. Начало удивительное. Это возбуждение. Потом оно немного проходит. Потому что такой темп трудно поддерживать. По-моему, с этого и начинается настоящая любовь. Когда это немного проходит. Тогда и приходит любовь, да? Тогда и приходит любовь. Тогда ты понимаешь, что у вас будет счастливый брак. Хорошо, когда вся семья вместе. Надеюсь, у нас все получится. Мне бы очень этого хотелось. Я обещаю сделать все, чтобы оправдать твое доверие. Я уважаю твое мнение. Я тоже это обещаю. Договорились. Оператор Люк Хеллэм. Композитор Дрю Мастерс. Режиссер Джон Уэстон. Фильм озвучен студией ИНИС. По заказу Союз Видео. Фильм озвучен студией ИНИС. Фильм озвучен студией ИНИС. Фильм озвучен студией ИНИС.